приветствую вас друзья наш канал вышел монетизацию спустя 7 месяцев после своего основания за что хотелось бы вас особенно поблагодарить без вашей помощи эта цель так бы осталась недостижимой спасибо большое надеюсь на вашу поддержку и участие в жизни канала в будущем сегодня я представлю вам особое видео вы прочли заголовок и подумали он точно прикалывается как мы можем каждый день принимать лекарства которые могут нас убить но это не шутка некоторые лекарства мы принимаем сами того не зная в опасности некоторых не подозреваем хотя применяем их самого раннего детства в этом видео вы узнаете о тех лекарствах которые уж точно принимаете и которые могут убить вас в любой момент мы поговорим о последних научных исследованиях касательно некоторых лекарств ну и возможно не все но некоторые списка точно могут вам навредить обещаю вы узнаете много нового и вам будет очень интересно Итак, первое лекарство это антибиотики. Вы каждый день употребляете их и даже не спорьте со мной. Их добавляют в замороженное мясо, особенно в куриное для того, чтобы оно не портилось, в молоко с той же целью, в соки и даже в некоторые пасты и кремы. Кроме того, многие коровы, овцы и другие животные получают их даже на фермах, для того, чтобы предотвратить заражение различными инфекциями. Нам делают антибиотики у стоматолога, назначают врачи при гриппе. Да мы и сами не прочь при малейшем намеке на простуду назначить себе таблетку антибиотика, не задумываясь о последствиях. А между тем, как показывают последние исследования, в мире все больше людей, у которых даже самые, казалось бы, безопасные антибиотики, такие как пницелин и эритромицин, вызывают опасные для жизни аллергические реакции, очень часто заканчивающиеся смертью. Анафилактический шок – понятие, ознакомое каждому врачу. Это необычная реакция организма человека на введение какого-либо лекарства, заканчивающиеся шоком и смертью. Буквально за несколько секунд, я не шучу, обычная инъекция цифтриаксона или цифазолина может убить человека, если не провести до этого пробу. Кроме того, антибиотики сами по себе, при неправильном променении, могут убить полезные бактерии в нашем кишечнике и вызывать страшный дисбактериоз. Это проявляется в сильной диарее, далее в запорах, а также в поражении грибком, следистой ротовой полости и кишечника. Ведь не зря антибиотики переводятся как «противники жизни». Такие вот эти опасные антибиотики. Следующее лекарство – это аспирин. Данный препарат использует очень много людей по всему миру, и вполне возможно, что вы тоже. Аспирин есть в хорошо знакомом нам таблетке цитрамона, наравне с парацетамоном и кофеином, который мы принимаем от головной боли и других видов боли. Аспирин также применяется для разжижения крови у людей с сердечными проблемами, а также с целью профилактики развития тромбов и лечения воспалительных процессов. Полезное лекарство не правда ли? Да, оно смертельно опасное для людей с язвой желудка и двенецперстной кишки, а также с гастритом и дуаденитом. Стоит выпить одну таблетку аспирина натощак больному с язвой, и возможно, развитие кровотечения со смертельным исходом. Язва открывается, кровь течет внутрь, и такое кровотечение, как правило, незаметно. До того момента, как появится мертвая наоблетность, давление упадет до критических показателей, и человек упадет в обморок. Но к этому времени бывает уже слишком поздно. Кровь смешивается с соляной кислотой желудка, содержимое желудка попадает в брюшную полость через отверстие язвы, развивается перитонит, состояние при котором смертность достигает 90%. И даже самые опытные хирурги иногда не в состоянии спасти таких больных. Так что перед применением аспирина лучше поешьте что-нибудь, а еще лучше проконсультируйтесь с врачом. Да и цитрамон лучше не принимать в больших количествах, как мы это любим делать. Витамин С. Этот препарат всем знаком нам с самого детства. Вы же помните сладкие большие таблетки аскорбиновой кислоты, которые нам часто выдают в аптеках на сдачу? Признаемся, в детстве мы ели эти таблетки пачками, и нам практически никто не запрещал. Витамин С полезен при гриппе, говорили наши родители, укрепляет сосуды, говорили врачи, и вообще очень полезен, говорили нам взрослые. До недавнего времени так и считали и ученые. А так и недавние исследования показали, что большие дозы витамина С способны вызывать болезни печени вплоть до цирроза. То есть печени не остается печеночной ткани, а только соединительная, которая не выполняет никакой функции. А это страшное состояние. Ведь печень вырабатывает более 20 веществ, от которых зависит уровень сахара в крови, ее нормальная свертываемость, всасывание пищи. Печень также является главным органом, который очищает нашу кровь от ядов и выполняет многие другие функции. Поэтому витамин С в таблетках лучше не применять. При этом довольно странно, но при использовании витамина С во фруктах и в овощах такого патологического действия не отмечается. Поэтому лучше ешьте яблоки. Снотворные препараты. В фильмах, особенно американских, нам показывают, как главные героини-женщины пачками принимают снотворные препараты. Как будто это не опасные лекарства, а леденцы. Благодаря Голливуду использовать снотворные для улучшения сна даже стало модным одно время. Признайтесь, бессонница была у каждого из нас. Между тем, это один из самых опасных видов препаратов в современном мире. Мало того, что барбитураты, которые являются самыми распространенными снотворными, плохо влияют на психику, малейшая их передозировка может привести к смерти. Недаром самоубийцы чаще всего выбирают именно снотворные таблетки для сведения счета в жизнь. Кроме того, снотворные имеют целую кучу побочных эффектов, таких как постоянные головные боли, повышение артериального давления, несоварение желудка и многие другие неприятные явления. Так что фильмы фильмами, а в жизни все по-другому. Препараты для снижения давления и сахарокрови Гипертоническая болезнь характеризуется высоким уровень артериального давления, что может привести к разрыву сосудов и внутричерепному кровотечению или инсульту. У таких больных после этого развивается либо полное отсутствие движения в одной половине тела, либо смерть. Именно поэтому для того, чтобы избежать резкого подъема давления, большинство людей после 50 пьют препараты для снижения давления. И пьют их постоянно. Некоторые, если препарат не помогают, пьют сразу по несколько таблеток или даже два вида лекарств. При этом они забывают, что низкое давление это тоже очень плохо и опасно для жизни. При низком давлении кровь не в состоянии течь по кровеносным сосудам и наступает шок, а затем смерть. При этом нужно помнить, что лекарства, поднимающие давление, очень в малом количестве известны современным ученым. Их буквально такие единицы. Это кофеин, адреналин и еще некоторые лекарства, которые довольно трудно найти в аптеках. В отличие от отпускающих давления лекарств, которых около двух десятков. Поэтому врачу, в принципе, выровнять давление после приема больших доз гипотензивных препаратов очень сложно. Именно ввиду этого нужно быть очень осторожным при приеме таблеток от давления. Но это больше касается людей старшего поколения. То же самое касается больных с сахарным диабетом. К сожалению, из года в год сахарный диабет становится все более распространенным заболеванием не только среди пожилых, но и более молодых людей. Такие люди вынуждены всю жизнь принимать лекарства, понижающие уровень сахара в крови. Нормальным уровнем сахара в крови является уровень от 4,4 до 6,6 ммол на литр. И если переусердствовать с опусканием уровня сахара, то можно впасть в шоковое состояние. Ну что, стало ли для вас неожиданностью то, что вы увидели в видео? Какое лекарство вас поразило больше всего? Витамин С или аспирин? Или быть может вы принимаете гипотензивные препараты? А может вы фанат снотворных? А может быть вы хотели бы узнать подробнее о каком-нибудь лекарстве, о его полезных и негативных свойствах? Напишите об этом в комментариях к видео. Было бы очень интересно узнать об этом. Также активно участвуйте в вопросе по поводу темы следующего видео. Я предложил вам три темы. Для этого перейдите во вкладке сообщения на канале и проголосуйте, выбрав одну из трех тем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео по теме. Ставьте лайки видео и обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео по тематике здоровья. Обещаю вам, будет очень интересно. Удачного вам времени суток.